Около 42 тысяч гектаров неиспользуемых земель возвращено в государственную собственность в области ЖТСУ. Такой результат работы комиссии ЖЕР Аманатэ. На этот раз члены комиссии посетили Ескельдинский и Коксусский районы. В регионах проведены встречи с населением по вопросам незаконно захваченных земель. Подробности у Надежды Беловой. Комиссия ЖЕР Аманатэ создана при партии Аманат. Ее главная задача – выявление неиспользуемых и незаконно захваченных земель с целью возврата их в государственную собственность. Этим вопросом комиссия и занялась в селе Матая-Баисово из Ескельдинского района. В данном населенном пункте имеется 1140 гектаров пастбищных угодий. В этом году в результате работы комиссии выделено еще 1200 гектаров земли. По области ЖТСУ более 41 тысячи земель возвращено в государственную собственность. Буквально вчера в Кирбуаке было принято решение вернуть и передать в собственность государства 2700 гектаров земли. Сегодня в Ескельдинском районе были возвращены 2200 гектаров земли. Они переданы в пользование сельским гражданам для выпаса скота. Ескельдинский район является аграрным. Площадь земель здесь составляет порядка 400 тысяч гектаров, 53 тысячи из которых отведены под пашню и еще около 140 тысяч гектаров под пастбищем. В этом году комиссия проверяет еще более 18 тысяч гектаров. Это земельный спор. Вопрос очень важен. Эту проблему надо решить. Пастбища страны поделены. Мы выражаем свою благодарность за то, что земли возвращают под пастбище. Наши люди счастливы. В ходе поездки комиссия также посетила Коксузский район, где состоялась встреча с населением Лобасинского сельского округа. Местным жителям разъяснили цели проводимой работы и то, что незаконно захваченные земли в обязательном порядке будут возвращены государству. Так в данном регионе выявлено и передано в государственную собственность свыше 6,5 тысяч гектаров неиспользуемых земель. В селе действительно не хватает земли. Некоторые фермеры захватили землю, но не используют ее. В территориях просто пустую. И это известно. По моему мнению, было бы правильно, если бы все оформить юридически и земли передать народу. На этом работа комиссии не заканчивается. Проверяющие продолжат заниматься вопросами возврата неиспользуемых и незаконно захваченных земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность.